Новости продолжают эфир. В студии работают Виктория Антонишина и я Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости. Неиспользуемые земли продолжают возвращать в госсобственность. К примеру, в Щетском районе Крагандинской области 80 тысяч гектаров местные власти уже распределили. Для пастбища территории отдают в аренду фермерам, которые хотят расширять свои хозяйства. Леана Жамлеханова с подробностями. Крестьянские хозяйства в Щетском районе с каждым годом увеличивают поголовье скота. И пастбищных земель катастрофически не хватает. Поэтому местные власти возвращают земли, которые когда-то предприниматели брали у государства в аренду, но не используют их по назначению. 80 тысяч гектаров уже распределили между крестьянскими хозяйствами. Еще 40 тысяч гектаров земли планируют вернуть в ближайшее время. Аким районом у Хитмюхтаров старается отдать фермерам в пользование те земли, которые находятся недалеко от их хозяйств, чтобы пасти животных было удобнее. С прошлого года требования по возврату земель изменились. Теперь арендаторы обязаны использовать 50% площадей. На ней должен пастись скот, либо что-то расти. Если этого не происходит, то направляется уведомление. Требуем использовать земли. После уже отдаем тем, кто действительно нуждается. Житель села Успен Самат Нурмуханов в 2016 году тоже взял в аренду государство землю для ведения хозяйства. Но вот увеличить поголовье скота не мог, так как площади не хватало. Косить сено приходилось на соседней территории и половину скошенного отдавать хозяину участкам. В этом году Акимат дал фермеру в аренду еще 300 гектаров. Без дополнительной земли мне было очень тяжело развиваться. Приходилось просить сено у других фермеров. Но они за это выставляли свои требования. Сейчас же, когда мне дали в аренду еще землю, я могу держать больше скота. 100 коров, 150 баранов и 50 лошадей. Использование земель Акимат мониторит с помощью спутника. По закону, взятая в аренду площадь должна быть распределена из расчета на 1 лошадь 15 гектаров, на корову 12, на барана 2,5 гектара. Всего же в Карагандинском регионе до конца года планируют вернуть в госсобственность больше 130 тысяч гектаров земли. В Петропавловске 1870 семей, которые из-за паводка лишились своих домов, переехали в новое жилье. Сейчас горожане налаживают быт. На новом месте в гостях у новоселов побывала наш корреспондент Наталья Волкова. Это уютная, светлая квартира семьи Фоминых. Сейчас домочадцам вспоминать не хочется, сколько переживаний им принесло весеннее половодие. Любимый дом оказался непригоден к проживанию. Прежде чем найти подходящее жилье, семье Елены Фоминой пришлось 3 месяца жить на съемных квартирах. Первым делом сразу обои поклеили, линолем уже оставили, потолки здесь были. Так по мелочи все отмыли, установили мебель, все купили. Вот, живем, рады, довольны. Вообще, вот, честно говоря, когда вообще все это случилось, я думала, что будем восстанавливать как бы, ну, своими силами все. Еще в начале года Амировы жили в микрорайоне Заречный, но с приходом весны место жительства семье пришлось сменить. Большой уютный дом затопило талами водами, а позже его признали непригодным для проживания. Взамен Амировы получили новый дом в частном секторе, который строили на деньги меценатов. Кульжауара Амирова говорит, до придомовой территории еще руки не дошли. Сад будет, но позже. Сейчас пенсионерка занимается внуками. Потихоньку обживаемся. Благодарю президента, Акимгорода, спонсоров, вот что нас немножко вот так поддержали. Еще с трощиком. Все позади осталось, что было, то было. Немножко вот освежаем, покупаем потихоньку. Ковер купили, ковры вот. На две комнаты, на прихожку, да на зал. В Петропавловске весеннее половодие повредило более 2400 домов областного центра. 1170 пострадавшим семьям приобрели благоустроенные квартиры на вторичном рынке жилья. 700 заселили новый микрорайон Берлик. Наталья Волкова, Талли Генеманов, Петропавловск, 24КЗ. К отопительному сезону готовится страна. В Казаларде общая протяженность тепловых сетей в областном центре составляет почти 200 километров. 45% из них изношены. На реконструкцию объектов теплоснабжения из республиканского и местного бюджета в этом году выделили 12 миллиардов тенге. Какая работа проделана и готов ли регион к зиме, узнавала Райхан Тажибаева. Минувший отопительный сезон в Казаларде завершили без крупных аварий. Однако перебои все же были. Сказались изношенные теплотрассы. В этом году на их обновление, говорит директор ТЭС, потратили больше 6 миллиардов тенге. 6 миллиардов 800 миллионов тенге выделено на обновление 9,5 километров изношенных труб. 87 километров из них уже заменили. Полностью работу завершим до конца месяца. Общая протяженность теплотрасс составляет 199 километров. Изношенность труб 45%. Реконструкция позволит снизить этот показатель до 42%. Выделены средства и на модернизацию основного оборудования. Из основного оборудования текущий ремонт прошли 6 и 9 паровые котлы, а также 3 паровая турбина. В порядок приведены котельные и два газотурбинных генератора, которые введены в строй и вкупе вырабатывают до 24 мегаватт электроэнергии в сутки. Резервная газотурбинная установка проходит капитальный ремонт. К слову, плановую подготовку к отопительному сезону в регионе начали вовремя. Работы на объектах идут по графику, говорит главный энергетик области. Теплоисточники региона готовы на 95%. Полностью работы завершим 25 октября. Также будет закуплен необходимый запас топлива. Договоры составлены, поставщики определены. По плану до конца сентября ожидается поставка 44 тонн угля. Точную дату начала отопительного сезона в Казларде установит погода. Центральное теплоснабжение в домах подключат после того, как трое суток подряд средняя температура за окном будет ниже 8 градусов. А до этого коммунальные службы проведут опрессовку главных тепломагистралей. Райхан Тажибаева, Ахан Алиев, Айтмухамед Байтулдаев, Казларда, 24КЗ. У Казахстана есть все шансы для того, чтобы стать надежным экспортером электроэнергии для своих соседей. Об этом заявил эксперт из Франции Эдгар Сибергер. По его словам, наша республика сможет укрепить свою энергетическую независимость, развивая собственный ядерный потенциал. Стратегическое положение Казахстана в Центральной Азии дает уникальный набор как возможностей, так и трудностей. Находясь между двумя ядерными гагантами России и Китаем, оба из которых заинтересованы в динамике развития ядерной энергетики в регионе, Казахстану необходимо тщательное балансирование. С другой стороны, огромные запасы урана в республике и опыт в области ядерной энергетики, унаследованной от советской эпохи, дают преимущество. Страна может использовать эти активы и стать ключевым игроком на региональном энергетическом рынке. В случае строительства АЭС в Казахстане дефицита в специалистах, способных ее обслуживать, не возникнет. Такое мнение выразил представитель Института атомной энергии Нуржан Мухаммедов. По его словам, по мировым стандартам для нормального функционирования атомной электростанции необходимо около 2000 человек. 400 из них это специалисты с образованием в части ядерной безопасности, технической и ядерной физики. Сегодня в Казахстане несколько вузов обучают специалистов такого профиля. Учащиеся не только получают необходимые знания, но и проходят практику на объектах энергетики, в том числе и за рубежом. Студенты, выпускники этих учебных заведений ежегодно проходят практику как в Институте атомной энергии, в Национальном ядерном центре, который повышает свой уровень знаний, трудоустраиваются, и ежегодно также проходят в зарубежных странах стажировки. На данный момент в Казахстане есть две организации. Первая – это Национальный ядерный центр, второй – это Институт ядерной физики. Эти два предприятия имеют у себя на балансе исследовательские ядерные реакторы. Национальный ядерный центр успешно эксплуатирует два исследовательских реактора. Институт ядерной физики эксплуатирует один реактор – реактор ВВРК в поселке Алатау. К другим темам. Больше 2000 казахстанских студентов в этом году поступили в вузы Малайзии. Казахстан вошел в топ-10 стран по числу поданных заявок на обучение в этой стране. Сегодня в Астане обсудили перспективы казахстанско-малайзийского сотрудничества в сфере образования. Там прошла выставка ведущих университетов Малайзии. Представители рассказали о процессе поступления, о возможностях получения стипендий, грантов. И провели семинары, мастер-классы по вопросам визовых процедур, стоимости жизни и карьерных возможностей. Сегодня среди абитуриентов востребованы такие специальности, как бизнес и администрирование, искусство, инженерия, педагогика и журналистика. Студенты, обучаясь в малайзийских университетах, они могут получить двойные дипломы. То есть диплом одного из малайзийских университетов и также диплом университета-партнера, например, UK, Австралии, Штатов, Новой Зеландии, Франции, Швейцарии и так далее. Малайзия уже давно зарекомендовала себя как привлекательное направление для иностранных студентов, благодаря высокому качеству образования, мультикультурной среде и доступным расходам на обучение и проживание. Мы планируем развивать наше сотрудничество в сфере образования. В Мангосталовской области открыли 8 полицейских классов ЖАС САКШ. В новом учебном году за партой сели. Больше 200 школьников-кадетов необычные классы заработали по инициативе Департамента полиции в честь сотрудников Миржана Турюбая и Аделета Турсенбекова, погибших во время исполнения служебных обязанностей. Тамара Степанова расскажет больше. Утро у пятиклассников средней школы номер 29 в Актау начинается на школьном плацу. Здесь их учат полицейскому этикету, остраивая подготовку, вырабатывает дисциплину. Учиться в специальном полицейском классе стало возможным для тех, кто успешен в учебе, рассказывает юный кадет Али Оразбай. Когда я вырасту, я обязательно стану полицейским. У меня есть цель – закончить школу на отлично и поступить в Академию Министерства внутренних дел города Алматы. За нашим классом закреплен сотрудник полиции, который проводит занятия каждую неделю. Для кадетов разработана и шитоформенная одежда по образцу полицейских, а кабинет оснащен специальными стендами. Дети изучают правила дорожного движения, а на открытые уроки к ним приглашают действующих сотрудников правоохранительных органов. К примеру, сегодня на урок пришел полковник полиции с 30-летним стажем работы – Сагандык Аяганов. Я мечтал, чтобы в моей школе был такой класс. Это, можно сказать, постепенное погружение в профессию. Дети общаются с полицейскими, те делятся своим опытом, своими профессиональными историями. Это очень познавательно, способствует разностороннему развитию, воспитывает в них уважение к закону и, конечно, патриотизм. Планируем открыть еще несколько подобных классов. Каждый урок – это новые впечатления. К примеру, знакомство с устройством патрульного автомобиля вызвало неподдельный интерес у детей. Стражи порядка рассказали школьникам о задачах дорожно-патрульной службы и показали в действии световую и звуковую сигнализации. А совсем скоро кадетов возьмут в уличный рейд. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Актау, 24КЗ. В селе Талде Карагандинской области в ближайшее время откроют новый фельдшерско-акушерский пункт. Подрядная компания завершает строительные работы. Медучреждения оснастятся современным оборудованием, увеличат спектр медицинской помощи, чтобы местным жителям не приходилось ездить на лечение в Караганду или районный центр. Строительство фельдшерско-акушерского пункта началось в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Новое здание жители ждали давно. В старом медпункте тесно, давно не было ремонта, а зимой холодно. Чтобы сдать анализы или пройти дополнительное обследование, сельчанам приходится ездить больше, чем за 100 километров к Караганду. Кстати, новый медпункт строят сами сельчане, рассказал подрядчик Сагандыка Колбеков. Мы начали строить новый фельдшерско-акушерский пункт в мае. Все делаем в срок. Сейчас идут отделочные работы. Почти на 90% здания готово. Территорию вокруг здания благоустроим. Посадим деревья. На объекте работают 20 человек. Все они местные жители. Магрипа Байленова в селе Талды 28 лет работает медсестрой. Старый медпункт сейчас обслуживает почти 900 человек. Медик рассказывает, что помощь стараются оказать всем. Но есть дефицит современного оборудования. Я рада, что у нас строят новую амбулаторию. Так мы сможем оказать больше медицинских услуг. Будет больше кабинетов. А еще нам очень нужна машина скорой помощи, чтобы оперативно доставлять людей в больницу. На строительство нового медицинского объекта потратили 212 миллионов тенге. Его откроют в середине октября. В целом в Карагандинской области в рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения запланировали строительство 92 медицинских объектов. Лиана Жамлиханова, Сайлау Игликов, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24КЗ. В Алматы сегодня ночью погиб курсант пограничной академии КНБ. В полиции подтвердили информацию. Возбуждено уголовное дело. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливают. Ранее в соцсетях появилась информация, что курсант спрыгнул с высотного дома. Сегодня в департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию об обнаружении человеческих останков около пограничной академии КНБ. Ранее о жуткой находке сообщили в социальных сетях. В полиции подтвердили. Кости были найдены во время ремонта инженерных сетей около учебного заведения. Департаментом полиции проводится проверка. Число погибших в результате израильского авиаудара по пригороду Берута увеличилось до 45 человек. Более 60 пострадали. Об этом сообщает ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Продолжаются поисково-спасательные работы. Не исключено, что число погибших может увеличиться. Отмечу, израильский авиаудар пришелся на густонаселенный район на юге Ливана днем в час пик. Атака произошла спустя несколько часов после того, как Хизбалла начала одну из самых интенсивных бомбардировок с северной части страны. Ранее Израиль сообщил, что уничтожил 11 боевиков Хизбаллы, включая Ибрагима Акиля, который возглавлял элитные силы РАД-2. Представители движения Хизбалла заявили о втором массированном ракетном ударе по авиабазе военно-воздушных сил Израиля Ромат Давид. Об этом говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале движения. Уточняется, что в этой атаке Хизбалла использовала два типа ракет. ФАД-1 с дальностью 80 км и ФАД-2 с дальностью 105. При первом ударе по авиабазе было выпущено 10 снарядов. Большая часть из них была перехвачена израильской системой противовоздушной обороны. Отмечу ранее, ВВС Израиля за сутки атаковали 290 объектов Хизбаллы в Ливане. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в северо-восточной провинции Харасан в Иране возросло до 51. Еще 20 получили ранения и травмы. Спасательные работы на месте продолжаются. По предварительной версии причиной аварии могла стать утечка газа. На момент взрыва в шахте находились около 70 рабочих. Начато расследование. Во Франции объявили состав нового правительства, сформированного премьер-министром Мишелем Барнье. По данным газеты «Ла Фигаро», команда из 39 человек очень молодая и включает в себя мало политических тяжеловесов. Сохранил свой пост лишь министр обороны Себастьян Лекарню. Мид страны возглавит центрист Жан-Нуэль Баро, а бывший социалист Дитье Миго станет министром юстиции. Главой МВД назначен консерватор Брюно Ретайо. Именно его министерство будет отвечать за возможное ужесточение миграционной политики Парижа. Жители популярных туристических районов Будапешта и Афин вводят ограничения на краткосрочную аренду жилья. Все больше людей в европейских городах сталкиваются с проблемой перенаселенности. Из-за туризма местные жители считают, что слишком много квартир сдается на короткие сроки, что создает нехватку жилья для длительной аренды. Это приводит и к росту цен на покупку недвижимости. Подробности в международном обзоре. Кризис на рынке недвижимости в Европе совпал с экономическим спадом. Мы обнаружили, что квартиры для краткосрочной аренды каким-то образом работают как гостиницы. В то время как на общество оказывается большое давление в жилищном вопросе. На данный момент в краткосрочной аренде нет абсолютно никакого контроля. Проблема приобрела такие масштабы, что местные жители выходили на акции против наплыва приезжих. А жители Венеции в знак протеста занимали квартиры, которые обычно сдают туристам. У нас слишком много жилья Airbnb, даже в районе, где я живу. Конечно, владельцы пытаются получить большую прибыль быстрее. Но я думаю, это большая проблема. Уже много лет в нашей стране, особенно в крупных городах, наблюдается жилищный кризис. Я искала арендное жилье около года, потому что мне пришлось освободить свою прежнюю квартиру. У меня было мало времени, и даже во время поисков на разных сайтах и соседних районах я не могла найти ничего, чтобы подходило мне по бюджету. Против краткосрочной аренды жилья также выступили жители одного из самых популярных районов Будапешта. За запрет проголосовали 54% из более чем 6 тысяч человек. Новое правило вступит в силу с 2026 года. Цены на жилье в столице Венгрии за последние 9 лет выросли в три раза. Вместе с тем, критики данных мер считают, что такие действия приведут к тому, что муниципалитеты потеряют значительные доходы, а также пострадает местный бизнес. Я вложил все свои сбережения, которые накопил за 10 лет работы в сфере IT, а также взял большой кредит в банке, чтобы купить эту квартиру. Я выступаю против запрета краткосрочной аренды. Люди, которые останавливаются здесь на короткий срок, не заинтересованы в соблюдении местных правил. Они нарушают порядок, шумят или ссорят. Сегодня они здесь, а завтра будут уже в другом городе. По данным Евростата, в 2023 году через онлайн-платформы Airbnb, Booking, Expedia Group и TripAdvisor в Венгрии было забронировано свыше 720 миллионов ночевок по всему Евросоюзу. Это на 20% больше, чем в предыдущем году. Аселеб Докалыкова, 24KZ. В Актюбинском учреждении по охране лесов и животного мира не хватает техники. Для защиты зеленых насаждений специалистам нужны патрульные машины. Необходимо обновить оборудование. Как планируют помочь лесникам местной власти, узнавала наш корреспондент Наталья Салькова. Через пару недель специалисты Актюбинского учреждения по охране лесов и животного мира приступят к осенней посадке деревьев. Сейчас готовим почву, рассказывает старший лесничий Аманбай Тажемишев. К примеру, в Каргалинском лесничестве подсеянцы отвели 84 гектара. Будем высаживать вяз. Подготавливаем площади 12 на 24. 12 метров предназначены для проезда противопожарной техники. На 24 метрах готовим 6 рядов. 4 отводим под вяз и на 2 высаживаем кустарники. Для посадки используют саженцы из местного питомника. Его площадь составляет 32 гектара. Здесь растут 12 видов деревьев и кустарников. В том числе вязы, клены, тополя, ивы, смородина. Они лучше всего приживаются в резкоконтинентальном климате, говорит инженер-лесопатолог Шаки Буханов. С посадками производится осенний период и весенний период. Весенний период мы уже производили, теперь остался осенний период. Общий план 1550 гектаров. Возраст в основном годичный, двухгодичный. Это соответствует по стандарту. В планах специалистов октябинского учреждения по охране лесов и животного мира высадить осенью 2 миллиона 800 тысяч сеянцев. Эту задачу они готовы выполнить, несмотря на трудности. В прошлом году для учреждения приобрели 4 новых трактора, 3 лесопосадочные машины и 2 плуга. В этом планируют закупить пожарную машину. Однако потребность в сельхозоборудовании все еще есть, говорит заместитель директора Болжан Мрзогалиев. Уходная работа, чтобы провести. Борн, дисковые плуги не хватает. Ну, заявку подали. А для охраны от пожаров и патрулирования, непосредственно, которые в прошлом году сажали, ранее, чтобы потравок с котом не было, патрульной машины не хватает. Сегодня у нас есть УАЗ и НИВы. Патрульной машины 14, пожарной машины 3. Должна обеспеченность должна быть. В Управлении природных ресурсов сообщили, что для лесных хозяйств области в этом году приобретут 4 пожарные и 3 патрульные машины, а также 2 мотопомпы. Кроме того, рассматривают вопрос покупки в лизинг, 18 тракторов и 29 патрульных комплексов. Наталья Салькова, Айнадин Болдобеков, Октубе, 24 КИЗ. Американские ученые расшифровали загадочные звуки из глубин Марианской впадины. Оказалось, что это пение китов брайда. Предположительно, морские млекопитающие таким образом ищут друг друга. Звуки представляли собой сочетание низкого гула и высокого металлического звона. Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers and Marine Science. Определить источник удалось благодаря искусственному интеллекту. Система изучила около 200 тысяч часов аудиозаписей с различными звуками океана. Впервые непонятный шум зафиксировали в 2014 году. Но расшифровать, кому он принадлежит, удалось только сейчас. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин